Что предстоит жительству показать? У нас в городе десятки пятипроводов. Они построены в разные года, но продолжены уже десятилетиями. После того, как этот мост был исследован, был положен акт на стол, который говорит о том, что этот мост выходит в невдомотворительном состоянии и необходимо срочно его реконструировать полностью и не строить новый. После этого мы начали заниматься проектированием моста, ограничиванием движения по моим полосам, чтобы снизить нагрузку, потому что состояние моста говорит о небезопасности уже наших горожан. И эта работа проведена, пройдена экспертиза. На сегодняшний день, с ноября месяца, мы приступаем к работам. Работа велась совместно с железной дорогой, потому что пятипровод проходит на железнодорожном полотно, на котором располагается несколько путей на значение, и под автомобильной дорогой, которая тоже имеет достаточно серьезный трафик автомобильного транспорта. Подразумевается полная разборка данного пятипровода и сборка по современным уже технологиям. Также предусматривается проектов реконструкция доходных путей к Москве, полос разгона, поворотов, светофоры. Поэтому здесь, вот эта территория, через год мы планируем, в ноябре 2020 года, закончить все работы из пятипроводов. Здесь будет современная развязка, новая, а самое главное, уже соответствует всем требованиям безопасности. И понимая состояние пятипроводов в нашем городе, мы в Костючеве планируем подойти с таким подходом к каждому мосту, потому что они начинают вырабатывать уже свои сроки снижения. Изменится движение общественного транспорта, потому что на территории Ленинского района в десятки тысячи пользуются данным пятипроводом. Мы анонсировали об этом заранее. На территории Ленинского района, в ДТР России, мы проводили шоушений. Вы нас, как средства массовой информации, сопровождали. Но вот на этой неделе мы перепрываем и начинаем заниматься демонтажом воздушных линий, опор, и здесь проходит большое количество кабелей на это после чего-то время. Что касается автопорта, мы меняем маршрут номер пять в троллейбусе, добавляем с изменением автобуса маршрут номер шесть, и задача поставлена в течение месяца продолжать и анонсировать это и в общественном транспорте, и на остановках, и всевозможными способами, для того, чтобы горожане, которые пользуются их, в основном, могли спланировать свои машины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!